МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, так люблю свой край и своё село Озёл. Прямо не могу. Мне говорят, мама, тебе надо съездить на юг. Я говорю, ни за что. Здесь как на нашу землю вступишь, ты всё, ты проваливаешься. Я даже это объяснить не могу, как вот здесь хорошо. Ты как будто совсем другой жизнью, в затеянном мире каком-то каком-то. Мы в республике Коми. И первое, что поражает здесь, это царство природы. Чистый воздух, прозрачные реки, озёра, огромные болота площадью более трёх миллионов гектар. И удивительной красоты лес. Он кажется бесконечным. Идёшь по лесу, например, летом или осенью, идёшь, грибов полно, ягод полно. И говоришь только, слава тебе, Господи, слава тебе. И когда мы с внуками ходим в лес, я им говорю, вот видите, всё есть, Бог всё даёт. И ягоды, и грибы, и воздух, и сосновый борщ, всё. Лес не только кормит, но и согревает. В деревнях и сёлах люди до сих пор живут в столетних домах, построенных их предками. Ну, раньше ведь к этому относились очень серьёзно. Выбирали каждое место. Не как сейчас, что где тебе дала администрация, ты ставишь именно на том месте. А как рассказывали старые бабушки, раньше, говорит, землю искали, ходили, и руки к земле опускали, где было тепло и сходило. И там говорили, что вот здесь мы строим дом. Сейчас вот дали делянку, вот, и всё. Вот в этом месте ты должен на дом, скажем, срубить. А если там нет такого дерева, как-то надо. А раньше полностью в лес идёшь и выбирают. Ходят топором тук-тук. Если звонко, значит, дерево хорошее. Если тупит, значит, там делать нечего. Говорят, куда ложилась корова, туда нужно было дом ставить. А если ложились овцы, то тем более нужно было там строиться. Коми были язычниками. Первым, кто начал сеять веру Христову на землях, где ранее поклонялись тотемным деревьям, был проповедник святой Стефан Пермский. Он начал крестить коми-зариан и строить церкви. Создал первую коми-азбуку на основе кириллицы греческого алфавита и древнепермских рунических символов. Перевёл на язык коми многие богослужебные книги. Был первым епископом Пермской епархии. У коми-народа существует много легенд о миссионерском пути святителя. Одну из них нам рассказали в селе Иб. И когда он проплывал по легенде по реке Сысла, у нас река Сысла вот здесь, очень красивая река, увидел наш этот холм и решил подняться, прочитать проповедь. Но его местные жители не приняли, закидали камнями. А тогда он сказал, что здесь живут люди худые, то есть плохие, пусть деревня остаётся маленькой. И действительно, с тех пор начали с этого места уходить мужчины, либо рано умирать, начался падёж скота, начались не урожая хлеба, а наши Ибские горы, это хлебные горы, здесь выращивали хлеб. И через 500 лет, в кончине Стефана Пермского, потомки поняли, что их предки поступили неправильно. Человека не приняли, да, вот такой большой грех они сделали. И построили вот этот храм за один световой день. Это единственный храм, на коме земли построенный за один световой день. Называется храм обетным. Это было в 1896 году, и в годы советской власти здесь был зерновой склад. До сих пор, вот говорят матушки, что находят зёрнышки, когда уборку проводят, иногда даже вот откуда-то падает это зёрнышко. Ну и в 1996 году, шестистолетие Успения Стефана Пермского, отреставрировали этот храм. Сейчас он на охране государства. И ежегодно сюда идёт крестный ход, двухдневные открываются двери, проводятся службы большие. Ну и вот большой-большой праздник здесь, в этом храме проводится. Начинается крестный ход у стен Свято-Стефановского кафедрального собора города Сыктывкара. Это не только главный храм Сыктывкарской и Комизарианской епархии, но и духовный центр православия в республике. Закладной камень фундамента собора 9 мая 1996 года осветил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Аминь сей по основании непокоревимой созидаемого храма в честь святителя Степана Епископа Пермского во имя Отца и Сына и Святого Духа. 26 августа 2001 года в храме совершил малое освящение нового собора и отслужил первую божественную литургию, правящий архиерей новосозданной епархией в земле Коми епископ Петерим. Но вы из тепла в холод, можно сказать, да? Смогли ли вы полюбить этот холод за эти годы? Конечно. Кто однажды увидит и полюбит север, тот не разлюбит никогда, как говорится в известной песне. И для меня морозы не морозы, потому что 20 лет как епископ покормлял в Оркуту и минус 42 окунался в Оркутинке, в речке, в крещение Господня. Ну и потом народ очень добрый, хороший. Коми немного закрытые, и когда приезжает чужой человек, нужно какое-то время, чтобы до них достучаться. Вот вам легко ли было до них достучаться? И когда они его стали принимать? Наверное, не сразу. Это так, да. Но это еще не только что у Никоми, а вообще, вот я в армии служил в Архангельской области, вообще поморы, северные люди, все такого характера, замкнутого немножко. Ведь у них язык формировался на коротких фразах, там, гу, му, земля, могила, там, то есть вот так. И разговаривать-то особо при таких морозах не очень-то удобно, поэтому, вот, мало общения. Но когда проходит 10-20 лет, и они очень тебя любят уже открытые. Потому вот как я осветил однажды озеро, я же 40 лет прожил здесь после армии, демилизовавшись, рукоположившись именно здесь. И они рады были, что теперь никто не будет тонуть в этом озере, а там каждый год тонули люди в Керчевне, такое село есть. Так устроили празднование уху в этих огромных кастрюлях. И все подходили ко мне, и вот они эту чашу с ухой держат, и меня целуют, обнимают, поздравляют, благодарят. А уха немножко льется мне по плечу. И вот, они так расслабились, они даже вот это не замечают, и я не замечаю. То есть, бываем очень родные, когда мы, приезжие, долго живем, то они раскрываются. И вы знаете, вот очень приятно, когда особенно маленькие, в коме глухих деревнях, они разговаривают перед тобой, а я им говорю, говорите, говорите, мне это так приятно, когда вы говорите на своем родном языке, вы знаете. И они, они знают и русский прекрасный язык, но вот они очень национально такие богатые люди, и у них хороший язык древний, они гостеприимные. Вот приезжают, эти коми шанги, это вот, знаете, черная мука, и вот они то с ягодами, то с картофелью. И вообще они такие люди трудолюбивые, надо так сказать. Но другое дело, что здесь не все может так благоухать, расти из огородных продуктов, вот как у нас на Кубани, скажем, да? Вот у нас, говорят, теперь уже и здесь у меня родина. А здесь что не село, то композитор. А вот еще Юров, скажем, вот эту известную песню аранжировал народную. Виновата ли я, что люблю? А думают, где это композитор? А он здесь у нас в коме, да, и в деревянской. Ну, поэтому очень-очень интересные люди, певчики, мягкие, такой напев у них на русский похожие, но своеобразно мягкий такой. Хоры звучат мягко здесь, в отличие от нашего казачьего хора кубанского, да? И поэтому вот талантливые. Традиционные занятия коми – пашенное земледелие, животноводство, охота, рыболовство и собирательство. Зима не приходила, если у нас не было бочки рыбы, бочки брусники, клюквы, капусты, бочки груздей. Все заносилось, значит, укладывалось на зиму. Женщины оставались дома, а мужчины артелью уходили в свои охотничьи избушки. Охотились в лесу, поэтому сани для добычи, естественно, были вот такие. Они должны были пройти по лыжне, во-первых, по следу, и между деревьями. Деревянные лыжи камусом оббивали. Это бралась телячья нога, и шерсть, она катилась очень хорошо вперед, гладко, а уже с горы не упадешь. Лыж одевался лузом, вот видите, такая выделанная кожа, и сзади всегда была петелька, в которую топор вдевался, да. Для того, чтобы поймать зверя, конечно, нужны были особенности человека, там, быстро бегать, ловким быть. Вот, на мой взгляд, все равно сначала появилась рыбная ловля, потому что это была доступней вода, и в ней рыба. Вот, пожалуйста, удочки, которые очень отличаются от современных. Да, но это просто палка деревянная. Это просто палка, а это морда. Это опускалось в воду, рыба заходила, а выйти она уже не могла. Ловушка для рыбы такая. Да, да. Посмотрите, сети, неводы, на которых берестяные пробки держали. Тут глина. Это старая сеть, да, еще? Это все старое, это все старинное, естественно. В наши дни охоты и рыбалка для жителей республики Коми – это в первую очередь хобби, развлечения, а не промысел. Рыбалка у нас всегда была с самого детства. Если в школу не ходишь, на рыбалку идешь. Вот особенно, в первый раз, конечно, было и летом, ну, а теперь хожу зимой и летом. А что в этом такого хорошего-то? Природа. Просто посидеть, посмотреть на поплавок, смотришь, костерчик рядом, котелок. Ну, конечно, рыбу ты все равно принесешь. Если, скажем, я поехал на Печору, потому что я там частенько сейчас начал бывать, и весной, и осенью. Вот, оттуда, конечно, мы рыбки приносим. Ну, сорные рыбы. Ну, щука, окунь, карась – эту рыбу еще не считают рыбой. А какая же рыба считается? Пелядь, там, семга, сида. А часто удается поймать такую рыбу? Ну, нет, мы пелядь один раз как-то ловили, а так-то нет. Половили сонные рыбки, и нам хватает, нормально все, и хорошо. Некоторые женщины коми тоже ловили рыбу и охотились, но это было исключением из правил. Женщина всегда была дома, это однозначно. То есть она все знала, все где, на каком месте, провожала его на охоту и блюла его как мужчину, как хозяина дома. В зиме и вечера, наверное, женщина занималась рукоделием. Она садилась за ткацкий стан, тряла, шила одежду. Вся одежда у нас была, конечно, ну, незатейливая, так скажем, но все это соткано и сшито своими руками, абсолютно. Вот все, что мастерилось, касалось посуды, там, мебели, мастерили мужчины, гончарным делом занимались женщины. И вот по горшкам гырнич, коменко гырнич, тоже, видите, это ручная работа, да? То есть еще не было круга гончарного, поэтому лепили так. А потом уже, когда вот, ну, появилось более позднее время, появились заводы, там тоже мужчины стали заниматься этим делом. Но изначально это было женское дело. И по сей день в коме многие женщины занимаются гончарным делом и ткачеством. Даже если это нетрадиционное изделие, которое было раньше, но техника обязательно будет традиционная. Если это нитки, которые сейчас существуют в современности, то в любом случае технологию мы будем соблюдать, как делали в старе. Сейчас в современной жизни нас уже не устраивает просто, как мы называли, половик домотканый. Нам нужно произведение искусства. Северное сияние. Почему не может быть? Конечно. Маленькие гобелены, если квартиры небольшие, но это опять же, все это коми, то это знаки какие-то, пасы. Солнышки наши, да? Это может быть и елочки. Это все настолько интересно, это все настолько уникально и индивидуально, потому что девочки перед тем, как начать ткать, они делают эскизы, они вычерчивают. Если у тебя интерьерные вещи какие-то более светлые или контрастные, мы успокаиваем и домотканной дорожкой. А может быть, это будет плед в следующий раз, а может быть, это будет совершенно в другой технике. Но при традиции... Христос воскресе! Во истину воскресе! Владыка, поставили вас сюда. Вот православие, насколько сильно было в народе? Оно было такое, знаете, замерзшее, совершенно замерзшее. Вот его нужно было раскачать. Коми 90% православные, ну там атеисты, там язычники, ну непрактикующие такие язычники. Их надо было разбудить. Вот этот вот тлеющий огонечек. Сказать, ну твои же деды были. Особенности вот новомучеников. 160 священников было. Большинство расстреляно, а другие в репрессиях. Ни один не предал Бога. А это о чем-то тоже говорит. Вот поэтому раздувать этот огонечек в душе, и все, они к православию идут. Все-таки вера наших предков, вера наших предков, вот каким-то чудным образом, я не говорю так, нет, оно просто действительно передается. И я каждый раз ощущаю силу именно их молитв. Тех, которых уже с нами нет. Мой дедушка по маминой линии, они жили далеко в деревне. От нашего поселка где-то еще 20 километров. И в той деревне было всего три дома. И вот мой прадедушка с моим дедом Иваном до войны еще, в 30-е годы, они построили часовню в честь Николая Чудотворца. И они там пели, они там читали. У них были большие и маленькие иконы, и были богослужебные книги. Со всех окрестных деревень приезжали на эти вот праздники Николая Вишнева, да, и Зимнего, люди. И они в этой часовне, конечно, они не священники, это понятно, но как миряне они служили. А потом, когда гонения-то начались, часовню закрыли. И, как всегда, поругание было, разрушение. Во времена воинствующего атеизма, сокрушая купола храмов, перестраивая церкви в магазины, клубы, склады и тюрьмы, власти пытались уничтожить православную веру в народе. В борьбе с религией широко применялись политические репрессии. Тысячи служителей церкви из многих уголков страны отбывали здесь свой срок. И вот эти люди, они встретили любого огромного и сожаления, и сочувствия в лице коми-женщины, скажем, коми-ань. Вот эта добрая коми-ань, она спасла одного прекрасного юношу. Когда из Ухты пешком шли более 200 километров до Сактывкара, и вот мальчик буквально умирал, и говорит одной коми-ань, коми-женщине, дайте мне хотя бы водички к рыночку одну, кружечку. И вот она дала им не только кружечку молока, но еще дала больших две картофели. И он съел, и тем самым жив остался. Как раз срок репрессий заканчивался у родителей, а он с родителями, и дети страдали, видите. И потом они переехали в Киров, а когда был вот 76-й или 78-й год, отправляли первых монахов на Афон, разрешили уже. И он стал вот как раз Иеремией, игуменом этого Пантелеймона русского монастыря. Вот какая участь и какие судьбы. Особая категория репрессированного населения – это спецпереселенцы, в основном раскулаченные крестьяне, из района сплошной коллективизации. В 1932 году их численность в коме составляла почти 39 тысяч человек. А пока еще везли, по дороге еще пока везли, везли по Гурезине, когда отправляли с этой станции, значит, вагон для скота был. Посидели их туда, поставили большую парашу среди этого, и ваконно закрыли. А мы, говорит, все, пока ехали, не кушали, не пили. Как же при родителе, туда же не пойдешь. Потом на мосту, вот, по-моему, и свой большой мост, когда сюда езжать в коме, там остановился, остановился, значит, поезд. Зашли, спрашивают, покойники есть? Есть. Люди не выдерживали, помирали. За ноги, за руки брали, в речку бросали. Монахиня Мастридия родилась в коме, а вот семью ее мамы сослали на север из Воронежа. А мама говорит, а нам всем, кто мог еще ходить, и молодые, и старые, значит, топор, лопату и пилы в лес. Вот делайте землянки, будете жить в землянках, и будете строить бараки, и, значит, появилась частушка. Ну, запретная была частушка, но мама тоже сказала. Нас послали в комеобласть и сказали пиво пить. Вместо пива дали пилы и послали лес пилить. Пока строили это все, голод страшный, голод. И люди человечему едят. И мама говорит, значит, они днем-то работают, а вечером идут в деревню, чтобы помочь картошку вкопать. Картошку выкопают, и нам хозяйка даст по ведру, шанги еще напечет, и еще перекрестит, чтобы медведь не съел. И к утру надо успеть прийти. Если заметили, что нету, значит, накажут сильно. Но стали убегать теперь, бегали, люди убегали. Убегала, значит, мамина мама, и поймали их. Поймали, и папу у мамы посадили, отравили Беломерско-Балтийский канал. И там он был год и восемь месяцев. Пришел оттуда, у него была язва с желудка, кушать совсем не мог. И после этого пожили немного, снова опять убежали. А мама вышла замуж за отца моего, и так и осталась. Владыка, за то время, что вы служите здесь, сколько храмов открыто? Вот у нас 164 храма с престолами, а еще до 200, это еще часовенькие, молитвенные комнаты в учреждениях. И 131 священнослужитель. И их не хватает на приписные храмы. Из-за этого еще у нас должна быть динамика и рукоположения, и вот открытие храмов может быть там, где далеко ехать. Вот они туда будут ездить и окормлять вот эти глубинки. Недалеко от Сыктывкары есть небольшое село Озел. В 1860 году в нем была построена деревянная церковь Вознесения Господня. У нас, если вот на озеро спуститься, раньше сенокостом делали, и ты, когда выходишь с лесу, и первое, что ты видишь, ты видишь храм. Как бы на озере, это очень красиво. Это он здесь, как бы в деревне затерялся, может, но все равно он находится в центре, это душа, наверное, каждой деревни. И люди раньше строили так храмы, чтобы они были слегка видны. А это не вы в подвал храма лазили, нет? Я. И что там было? Ну, там, ну, как бы мы как дети изучали, что там была дырка такая, мы туда пролазили, он на таких огромных камнях стоит построенный. Нижние венцы из лиственницы. Лиственницы, говорят, очень хорошее дерево для строительства именно. Было страшно, но было интересно. Церковь была закрыта в 1930 году, а последний священник, отец Александр, вместе с супругой и пятью детьми был расстрелян. В храме сделали клуб. Потом, значит, клуб перешел в здание соседнее кирпичное, и здесь была разруха полная. Ни окон, ни дверей, ни крыльца, ничего. Здесь внутри вообще, ну, в общем, бесхозное здание. И вот, приехала к нам из Сергея Посада Мария Никитична и сказала, давайте мы сделаем субботник для начала. Она, потому что в Лавру-то там ходит, Сергея Посаде. Я говорю, давайте. Сюда, значит, поставили к окнам эти телеги тракторные, и все, значит, мы это почистили. Печку отремонтировали, она была наполовину разобрана. Поставили окна. А люди какие пришли? Какого возраста? Ведь многие даже и не молились, потому что храм-то был закрыт. Ну, разные. Кто активный человек, он все равно приходит и помогает. Все вместе. А как вы думаете, зачем людям это было нужно? А как? Без Бога ведь, как говорят, не до порога. Мы же, когда нам плохо, мы обращаемся к Богу. Помоги нам, Боженька. Когда нам хорошо, мы его благодарим. Слава тебе, Господи. Да ведь? Так ведь? Да, когда плохо. Я даже, например, мне плохо, ну, там, семейное, что-то там, бывает же, всякое. Любое время бегу в храм, почитаю, поговорю с Богом, ну, и с святыми, и Богородицей, и как так легко становится. У нее сейчас службы проводятся? Да, как бы проводятся с весны по осень, потому что, видите, холодно в храме. Можно протопить, но если проводить службы, то все равно холодно, батюшка замерзнет. А так мы читаем каждое воскресенье. А каписты читаете? Да, каписты, но сейчас в данное время как бы тропари. Что нас батюшка благословляет, то и здесь читаем, а остальное читаем дома. Вот сейчас батюшка приезжал, но мы как бы собрались в клубе, потому что людям же холодно, и батюшке холодно. Он нам освещал воду. Так что все у нас, и все, и такие, и все, и с крещенской водой. В Сыктывкарской епархии шесть действующих монастырей. Один из них – Свято-Серафимовский женский монастырь в селе Ип. В нем служат Богу и трудятся несколько монахинь во главе с настоятельницей монастыря Игуменей Иеремилой. Раньше здесь был только один храм – святителя Стефана Пермского. Теперь три. Трудами матушек и помощников построен храм Иверской иконы Божьей Матери и храм преподобного Серафима Саровского. Основанная обитель была в 1996 году монахиней Серафимы. Мы снимали в Серафимовском монастыре. Это монастырь, который основала ваша мама. Вот можете о ней рассказать? Мама у меня русская, у нее родители из медиков, из священнослужителей, но не близко потомственной, а дальнего такого плана. Мама жила очень бедно сама. Это были годы войны, это в Твери, Нелидовский район Тверской области. Вот у нее вскоре мать умирает в 53 года возрастом, потому что переходила по горло по воде весенний паводок и несла эти корочки хлеба, напрошенные. Вот она побиралась, чтобы троих детей вырастить. Потом они ушли в Белоруссию, что там полегче. Было там мама, мамина мама была похоронена, братья женились. А она поехала выходить замуж в далекий Хавсавюрт, Северный Кавказ. И кто ее там ждал? Никто, естественно. И там вышла неудачно и замуж. И на Кубани вот мы и выросли. А мама, увидавшая столько трудностей, она увидела, что мне трудно, когда я рукоположился в иеромонахе. Она плакала, говорит, сынок, тебе там и имя переменяют. Да не иди ты во священники. Сначала меня отказывала, отказывала благословлять как бы. А я потом маме говорю, нет, нет, мама, я же ведь это вот хочу Богу служить всей душою. И посмотри, что сейчас эти комсомольцы делают. Не хочу идти по этой карьере. Мама, ну и правильно. Когда она увидела убежденность, все, мама потом стеной за меня. У нее сильный характер был. И вот она со мной ездила по приходам везде, где я, там и она. А потом я говорю, мам, вот у нас монашество надо бы поднимать в республике Коми. Никто не хочет. Вот я монах, да ты вот бы мама моя монашка была. И она сразу же согласилась, когда ты ее пришла? Она согласилась сына своего поддержать. И вы знаете, я был иеромонахом в городе Печоре. Там первый женский монастырь в Коми-республике, скоропослушнический. И мама была там постригаема. Еще была статья в «Ленинце», газета «Ленинск». Что тебе имя там, Терес? Серафима, да? И вот мне так было радостно. А у мамы еще были черные волосы, допоя, такие волнистые. Вообще мама у меня красавица. И вот она вот постригается. А потом за ней, как-то за ней и другие, и другие идут. А вообще по профессии она штукатурная. Бригадир штукатуры маляров была. И как бригадир она могла девочками командовать. Рассказывают, что матушке Серафиме приснился сон, в котором было велено поехать в село Иб, искупаться в источнике святого архангела Михаила и получить исцеление от давно мучившей ее болезни. Когда ее подруки привели к источнику, она искупалась и почувствовала, что болезнь оставила ее. А потом приснился еще один сон, в котором Пресвятая Богородица велела строить монастырь. Я говорю, мама, пойдем выбери место, где монастырь. И вот ей понравилась эта Ибская горка с заброшенным храмом. А она говорит, вот тут я возле этого Степановского храма, только разрешите мне быть, именно строить Серафимовский монастырь. Вот Степановский храм, но Серафимовский монастырь. Мама очень любила Серафима Саровского. И вот она согласилась быть потом и игуменей. Побыла лет семь монахиней, потом девять лет была игуменей этого монастыря. Вот она как запомнилась мне, она очень часто ходила на почту и получать посылки. Она все время на санках зимой, вот это у меня осталось в памяти. Может быть какие-то свечки, может быть и лампадки, может еще что-то, может иконы. Возила вот эти посылки на этих санках прямо. Я помню, что ее не было, например, две недели в селе, и несет рулончик обоев под мышкой. И благодарит, что вот за две недели ей удалось этот рулончик обоев получить. Она была такая прямо за любое дело, благодарность и так далее. Миролюбивая такая все. Но я виделся с ней мало, потому что мы туда несколько раз ходили, там у них котел ремонтировали, да что-то. Вот как вот с ней разговаривали, так она такая легкая какая-то, вот такая была. Я ее видела, она приезжала как паломница потрудиться. Она в это время что-то возделывала в земле, не просто подошла, и она пристально посмотрела в глаза и сказала, ты пришла, я говорю, да. Она, женщина, была простая, можно сказать, да. Ну, в ней была какая-то такая вот неуемность, что ли. Она была очень живой такой, трудоспособной, можно сказать. Как еще можно слово сказать? Она не чуралась, никакой тяжелой, никакой грязной работы. Да, представляете, вот эти башеньки построили, когда она сама поштукатурила внутри, снаружи. Я говорю, мам, вот тебе делать нечего в 70 лет, два ведра раствора тащить, все. Так вы знаете, еще у них случился пожар на чердаке сена, они для коров там хранили. И они заметили, что дым идет. А на девочке, без паники, вот эта лестница, я туда лезу, а вы будете ведрами мне подавать. Только не паникуйте. Мама туда залезла в 70 лет, и ей подавали, а она этот пожар потушила. Сама потушила. Я говорю, опять же, мама, вдруг ты там сгорел? Это же сено, оно же быстро пламенеет. Но там благо, что не было сквозняка, и вот она туда залезла, и вслед за ней ведерочками воду с пожарного водоемчика. И мама моя потушила, потушила вот этот пожар. Из дневника о матушке Серафиме за лето 2001 года. Залили фундамент, закупили блоки, доски. Купили готовый сруб, поставили. Накрыли крышу, застеклили окна, наслали темные полы, подбили потолки. Матушки своими силами заготовили мох. Ездили в лес, рвали, грузили на машину, разгружали. Затем утеплили дом. Помощников всего 2-3 человека, поэтому устали очень. Поставили одну сторону монастырской ограды с воротами центрального входа. Разработали еще земли для огорода. Поставили два парника, посадили плодовые кустарники, накосили сено и высушили его. Купили вагон кирпича, разгрузили. Заготовили дров на зиму. Мама говорила, ой, сынок, молись, молись со всеми, молись, чтобы я построила вот монастырь, и еще лет 20 пожила в нем. Она такая жизнолюбивая была. Я так смотрел на нее, думаю, Господи, ты сколько трудностей нас четверо вырастила сама. Нет, вот она хотела жить. И все-таки удивительно, как за 9 лет в таких тяжелых условиях хрупкая пожилая женщина, матушка Серафима и несколько монахий смогли поднять святой обитель. Я рад, что мама с небес окорбляет этот монастырь и как-то внушает жизнелюбие и жизнеутверждает как-то этих монахинь, и что уже и по ее молитвам они там потихонечку вот выживают, выживают. Мы продолжаем наше путешествие по республике Коми и следующая остановка в деревне Сёйте. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ